Сегодня мы изучили с пациенткой тонну макулатуры исследований. Но самое интересное, что занимаясь собой ежедневными обязательными мероприятиями и лимфатическим массажем, нам удалось справиться с нарушениями мозгового кровотока, который нарушен прежде всего измененной правой долей щитовидной железы, которая в виде коллоидной кисты занимает весь размер правой доли. Так, сколько времени уже эта киста вот таких больших размеров? Ну, рост начался где-то с 80-х годов. Это вам сколько лет было? Ну, где-то 30. 30 лет. Первоначально, мы говорим, первое воздействие НАСА, нарушающее кровообращение в области щитовидной железы, это было удаление гланта. В каком возрасте? В 22 года. После этого нам пришлось удалять еще одну тему. Это желчный пузырь. Да, мне было 40 лет. 40 лет. Как только удаляем желчный пузырь, у нас возникает свищ из кишечника в матку, и мы удалили матку в каком возрасте? В 50 лет. В 50 лет. Посмотрите, три операции, это нарушающие лимфоотток. И когда вы меня спрашиваете, нужно ли делать лимфатический массаж, я прежде всего говорю, давайте вспомним ваши все предыдущие оперативные вмешательства, которые обязательно, механически нарушают движение лимфы в теле. Поэтому вы начинаете с собой работать всегда, изучив диагностикой, где сейчас лимфостаз. Мы сегодня диагностикой с области рук достали, какое место? Голову. Голову. В каком месте головы у нас идет? Виски и затылочные лимфатические узлы. Виски и затылочные лимфатические узлы сейчас находятся в состоянии лимфостаза, замедления движения лимфы. Лимфа лежит на сосудах. И нарушая кровообращение в голове, вы ощущение в виде боли в голове знаете такое ощущение? Да, у меня голова лет 50 болит уже. Лет 50 у нас. Как только мы первое хирургическое воздействие сделали и не отреагировали на него коррекцией лимфы, посттравматическое состояние называется, мы ничего не получали. Сейчас головную боль лимфатическим массажем удается снимать? Заметно, реже, но головная боль еще осталась и зачастую очень хорошо помогает, как скорая помощь. То есть, какое место, это область ключицы снимать? Да, да, отключица, шея. Шея, то есть, ну, стандартная схема. Побойщики, то есть весь. И это быстро снимает головную боль. Да, буквально минуту. Почему у нас головная боль продолжается? Потому что на изучении своих сосудов я помещу под этим постом творческую деятельность нашего пациента, когда они сами выписывают диаметры своих сосудов. Она выписала и показала динамику. И скорость кровотока. И динамику у нас улучшения, кровообращения в голове на фоне нарушений в щитовидной железе. Если у нас вся правая доля занята кистой, значит, у нас бревно лежит с вами на правой общей сонной артерии. Вот здесь вот до середины шея получается, да? И это обязательно будет какая-то ишемия в голове. Есть та точка, которая больше слева. Больше слева. Посмотрите, здесь закрыта кистой. Значит, левая гемисфера головного мозга кровоснабжается хуже. Здесь в левой гемисфере. Какая точка самая криминальная у нас получается? Затылочные левые лимфатические узлы. Казалось бы, киста здесь, лимфа здесь. Но только лимфатический массаж позволяет на фоне проблем в щитовидной железе поддерживать симметричный, достаточный мозговой кровоток. Мы сегодня определили по диагностике, что нам надо заниматься лимфатическим массажем. То есть вы когда решаете, надо, не надо, вы проверяете с пульса на лучезапясной артерии. Вот здесь вы проверяете, что какой пульс. Мы сегодня с трудом искали пульс, а потом нашли. А теперь мы всегда будем начинать свой день с того, чтобы проверять пульсовую волну. И эта пульсовая волна здесь покажет нам, нужно ли сегодня работать с кровообращением в голове. Чтобы это вы четко запомнили. Если здесь держим пульс, ну спрашивают сколько. Ну хотя бы 21 раз, когда четко ощущение пойдет уже дискомфорта в затылочных лимфоузлах, в височных. Мы с вами опять возвращаемся к области венозного угла. Убираем застой надключичной артерии. И в результате у нас убирается вот эта ишемия в голове. Мы через руки можем симметричность с вами восстанавливать. И в дверном проеме можем. И пульсовую волну это самое тонкое. Когда мы с вами сделали, вывели пульсовую волну с руки, мы с вами переходим на сонные артерии. Вот здесь вы тоже с трудом ловили свою артерию, да? Да. Почему у нас на артерии опять лежат лимфатические волны? И они проводимость к нам пульсовой волны не ведут. Поэтому мы не слышим ни здесь пульс, ни здесь, ни здесь, ни здесь. Но когда мы вывели пульсовую волну на сонные артерии слева, то мы получили опять ощущение в голове, где, то есть, показали зону ушемии, где мы нашли опять висок и затылок. То есть, мы четко говорим с вами. А вот когда мы встали над кистой, вот здесь, это уже внутренняя сонная артерия, то где у нас ощущение возникло? Слева. Слева гемисфера. Проблемы головной боли, мигрени. Левый будет от того, что у нас здесь лежит бревно в виде кисты. Пока кисту мы не убрали, не будете убирать кисту? Нет, никогда. Никогда. Почему вы так решили? Хотя доктор вас умоляет об этом, да? Ну, я надеюсь, что она все-таки уйдет после лимфатического массажа. А почему мы так надеемся? Потому что мы уже с вами доказательно за счет изменения диаметра в сонной артерии получили результат. Ну, какой вас больше всего поразил результат? Скорость кровотока. Скорость кровотока первая. Там какие были артерии? Там у нас позвоночные. Нет, общая сонная артерия. В 2020 году разница между левой и правой стороной были порядка 30%, а стали что-то порядка 6% через год. С 20% разница? С 30%. С 30% мы пришли до 6%. Да. Я помещу вам это исследование. А по сонным, по внутренним сонным артериям с 20%? Это вот эта часть. Там тоже 9-10, что-то вот так вот. То есть мы с вами доказательно, по исследованию УЗИ сосудов показали, что проведение лимфатического массажа при нарушении в щитовидной железе позволяет не допустить нарушение мозгового кровотока, что обычно сопровождает проблему щитовидной железы. Поэтому важно оставить мозговой кровоток на тех хотя бы позициях, на которых мы с вами отконстантировали первично, а дальше потихонечку улучшать кровообращение уже получается и в щитовидной железе, и мозговой кровоток. Но если вы каждый день находите проблему в голове, это обязательное показание сегодня доработать через руки, через шею, через брюшную аорту. Мы сегодня проверили брюшную аорту и поразились, что и пульсация паховых лимфатических узлов, и пульсация брюшной аорты влияет на какие места в голове? На затылок и виски. На затылок и виски. То есть, ребята, пока у нас с вами лимфа стоит, у нас нет движения крови. Нет движения крови, есть ишемия. Есть ишемия, есть проблема боли всегда и, конечно, нарушение мозгового кровотока. Профилактика инсульта, инфаркта, это есть обязательная работа через пульс, товарищи студенты, через пульс, ежедневно определяя, где беда в голове, чтобы не пропустить этого момента. И результатом одного года занятий ежедневными обязательными мероприятиями у нас явилась вот такая удивительная кровь. Когда спрашивают, а может ли быть кровь стерильна? Кровь стерильна, когда мы с вами, вот смотрите, это плазма, а это эритроцитики. Она стерильна, потому что мы с вами сколько уже сидим, и у нас никто не выскочил, никаких бактерий, никаких георгий. Если нет дырявого кишечника, желудка с язвенным процессом, микрофлора появляется в плазме тогда, когда у нас повысилась проницаемость слизистых от носа до ануса. И микрофлора вышла туда, у нас может быть хронический бронхит и в плазме микрофлора при повышенной проницаемости слизистых. Значит можно, отрабатывая слизистый желудочно-кишечного тракта, прийти к состоянию спокойной крови. Когда мы говорим, нет наклонности к тромбозу, хотя дама перенесла год назад. Нет, в январе этого года. В январе этого года уже 22-й, то есть зафиксирован, ковид. Был дедимер у нас, показатель воспаления. У меня 107-120. Вот, отрабатывая лимфатическим массажем, диафрагмальным дыханием, у нас удалось избежать стадии тромбоза. Вот этот момент, когда белка воспаления в плазме было много, тогда у нас тромбоцитики и склеиваются. Фиброген, как? Ферритин повышенный. Ферритин повышенный был. А фиброз в легких все-таки не поставили? То есть поражение легких поставили сколько процентов? Даже не смотрели, выкатыни делали просто, да? Не смотрели, у меня температура была 35,5. Все остальные показатели, цире активный белок в норме. Только дедимер был повышен. Который сейчас пришел уже в норму. Нет, не дедимер, а ферритин. Ферритин повышен. А дедимер я у вас видела повышенным. В тот момент, когда мы боялись. Да, то есть верхняя граница. Более-менее. Ферритин был повышен, ну почти что в 3 раза, в 298. Вот мы имели сгущение крови. Сейчас мы и не видим сгущение крови, девчонки. Видите? Хорошая кровь. Красава, да. Отличная кровь. Поэтому можно иметь хорошую кровь. Не допускайте, чтобы у вас при ежедневной диагностике пульсовой волны была ишемия мозга, ишемия сердца. И тогда не будет сердечно-сосудистых осложнений в виде инсульта и инфаркта. Субтитры создавал DimaTorzok